Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Вторая часть вязания жилетки с капюшоном вяжем перед. Итак, я распечатала выкройку, конставер это позволяет. Мне проще провязать вот по такой бумажной основе, сюда подставила значение петель рядов, поскольку у нас выкройка абсолютно прямая, никаких сложных деталей у нее нет, можно вязать просто по бумажке. Итак, 120 петель набрали, это мой расчет, моя петельная проба, мои размеры. Провязали 60 рядов, это 15 сантиметров, опять же, по моей пряже, по моей петельной пробе. Я провязала резинку один на один с полосками, вы можете вязать как хотите. У меня это 60 рядов. И после того, как я провязала 60 рядов, перекинула все петли передней игольницы на основную. На передней игольнице у меня игол нет. И теперь я буду формировать узор. Которую буду провязывать основным цветом, поскольку у меня полоса закончилась перед началом бордовой нити, серая полосочка. Теперь я буду формировать. Есть несколько способов провязывания. То есть можно было ставить эти петли и из них начинать вязать, поставив впереди в работу иглы, задние игольницы. Тогда бы немножко по-другому был эффект. Я хочу сделать так. Это мой выбор. Поэтому ставлю в работу те же иглы, которые у меня были на иголках. Вот так, как я их убрала. Но не забываю, что поскольку у меня будут использоваться все петли задней игольницы и выборочно-передней, я ставлю сдвиг игольницы на полшага в сторону положения H. Для того, чтобы две иглы, стоящие впереди, не бились друг от друга. То есть сдвигаю на полшага. И теперь выставляю в переднее положение иглы те же, которые у меня были. Знаете, что можем сделать? Наденем на иголки протяжки полотна, которые у меня на задней игольнице. Поскольку полотно будет двигаться влево-вправо, я крайние иглы убираю. То есть у меня по краям получается так, что стоит игла. И от нее две. То есть я сделаю сдвиг в одну сторону, у меня получается здесь четыре иглы. Сдвиг в другую сторону, у меня получается здесь четыре иглы. То есть у меня будет ходить узор. И для того, чтобы он не выступал за края полотна, я делаю так, что у меня на переднем полотне игол меньше, чем на заднем. Начинаем. С нулевого положения. Итак, буду делать сдвиг на два шага. Надеваю протяжки. Вот они. Чтобы не было... Чтобы не было... Ажурчиков. Не петли, а именно протяжки, которые у меня между петлями образовались. Поскольку произошел сдвиг. Не забудьте, что в центре мы оставляем иглы без узора. То есть у нас 40... По расчету у меня получается 40 петель узор, 40 петель кулирка, которая будет провязываться только на задней игольнице. 40 петель узор. Вы можете провязывать на передней игольнице, тогда у вас будут лицевые петли. Тоже вариант. Смотрите, как вам нравится. Только вот эти лицевые петли у вас будут сдвигаться вместе с узором. На самом деле это не критично. Выбирайте тот вариант вязания, который вам проще, либо интереснее. Я оставляю на задней игольнице и провязываю узор. Итак, у меня все петли, видите, надеты на иглы. Каждая игла уже имеет свою петельку. Ставим счетчик на ноль. Не забудьте поменять плотность. И провязываем. Узор у меня будет состоять из четырех рядов. Четыре ряда провязываю. Первый ряд сглаживающий. И дальше устанавливаю на передней игольнице накиды. То есть задняя игольница провязывает просто все полотно. На передней я ставлю накид. Провязывание накидов. И теперь можно спокойно провязывать узор. Раз, два, три, четыре. Провязали. И делаем сдвиг. Вы можете вязать с другой стороны. Тогда у вас накиды будут оставаться до сдвига. Но выбирайте тот вариант, который вам нравится. Итак, делаю сдвиг на полный шаг. Это два щелчка. Раз, два. Выполнили. Провязываю четыре ряда. Сдвиг на четыре щелчка в обратную сторону. Два, простите. Два щелчка в обратную сторону. Четыре ряда. Еще два. Другую сторону. То есть таким образом мы с вами сдвигаем полотно. И выполняем узор со сдвигом. Держите указанное количество рядов. У меня это сто рядов до перехода на обычную резинку. Провязали выбранным узором сто рядов. Перекидываем петли на разбор игл. Резинка один на один. Середину, как у нас была в середине, так и оставляем кулеркой. Края на резинку. Поскольку я закончила ряд с накидами, мне их неудобно перекидывать на основную игольницу, поэтому я убираю накиды, ставлю обычную резинку и провязываю один ряд. Для того, чтобы сбить вот эти вот мне ненужные лишние накиды. Один ряд. Теперь Сдвигаю игольницы на полшага, для того, чтобы у меня расстановка игл была такой, чтобы иглы ставили четко напротив друг друга на игольничек. И напротив иглы, которая у меня с петелькой, убираю петлю на соседний угол. Либо на иглу, которая стоит в переднем положении. Так будет даже интереснее. Для того, чтобы мы не сгромождали расстояние между петлями. Итак, убираю все петли на иглу. Пересадила по переднюю агуляцию. Таким образом мы меняем разбор игл на резинку один к одному, за исключением центра. И на данном разборе игл провязываем 36 рядов до начала горловины.